Аппаратное заседание началось с аплодисментов. Так встречали нового руководителя аппарата ОГА Игоря Ткачука. Он стал первым заместителем губернатора, который прошел все проверки. Заступника главы Одесской областной державной администрации, коровника аппарата Ткачука Игоря Маколаевича. От поздравлений к делам. Вокруг того, что в Одессу привозят мусор, из Львовской области давно уже много шумихи. Но проблема с утилизацией отходов в Одессе тоже оставляет желать лучшего. На территории области свалок свыше 600, но далеко не все из них паспортизованы. А значит, должны быть закрыты. При проверке экологическим надзором всем руководителям свалок были вынесены предписания по устранению нарушений. Но вот только далеко не все смогут их выполнить из-за нехватки ресурсов. Чиновники видят решение этой проблемы в разработке и принятии очередной программы. Максима Степанова данное предложение, мягко говоря, возмутила. Главная задача, которую поставил перед собой глава области, привлечение инвестиций, в том числе и в этой отрасли. Но похоже, найти желающих вложить свои деньги в одесский мусор будет не так-то просто. И это хорошо понимает Максим Степанов. Реальных путей решения сожившейся ситуации, к сожалению, нет. Ну, кроме разработки, опять же, новой и актуальной программы. Презентовать ее должны в течение двух месяцев. Для того, чтобы пришел инвестор, инвестору что-то нужно предложить. Восемь лет говорят, вы же правильно сказали. Никто ничего не предлагает. Есть 608, я вам еще раз говорю, 608 каких-то там свалок по территории области. Ну, естественно, эти маленькие свалки не интересны никакому инвестору. Будет ли выполнена новая программа или так и останется нереализованной, как все ее предшественницы, пока говорить рано. Хотя, судя по настроению губернатора, оставлять все на самотеку не намерен. Так что будем надеяться, что одесский мусор в скором времени не будет раскинут по всей Украине, как львовский. А мы на своих отходах будем зарабатывать, как все цивилизованные страны.